Здравствуйте, друзья! Вы смотрите Дачные рецепты на канале 12 соток. Сегодня мы будем готовить шашлык из пива. Ну, не прямо из пива, не нанизывать бутылки на шампура. Будем делать разные виды мяса в пивном маринаде. Для чистоты эксперимента мы подготовили несколько видов мяса. Это свиное, как бы свиной шашлык у нас будет в пиве. Также крылышки и ножки куриные. И такая баночка, в которой я буду это мариновать. Она маленькая, но у меня просто сегодня много видов будет разных шашлыков. Рецепт простой. Для начала я насыплю примерно по виду, сколько мне нужно соли на эту баночку. Солить мясо нужно хорошо, потому что оно очень много впитывает. И когда оно не соленое, оно, в общем-то, не очень вкусное. Соль, черный перец, перца тоже можно не жалеть, он не очень-то острый, он больше такой для запаха идет черный. И пиво. Так, пока я не знаю, сколько потребуется пива, потому что мясо займет место. Боже мой, это что-то, какое-то безумие вообще. Так, сейчас я это буду мешать. Смешно. Я никогда не пробовала шашлыки в пиве. Честно говоря, не знаю, если еще буду пробовать, но сегодня вот буду дегустировать. Посмотрим, что получится. Кстати, это пиво очень вкусное. Одно из немногих пивок, еще одно из немногих, единственное пиво, которое я могу пить, это темное, нефильтрованное. Ну, хотя бы такое более или менее сладкое. А вот это желтое, которое продается, у меня такое ощущение, что там просто из порошка сделано. Хотя, может, это тоже. Так, на дно я ложу лук. Вот, как его подготовить для маринования, чтобы он быстрее промариновался, смотрите, вот здесь. Вот, складываем лука побольше. Лук, я уже не раз говорила, что лука много не бывает. Так, и теперь мясо. Сложим свинину. Вот, теперь я попробую сюда в эту банку две куриные ножки утрамбовать. Сейчас, по-моему, пойдет маринад кверху. Крыло у меня, к сожалению, не поместилось, но я думаю, что по вкусовым качествам, как бы, что ножка, что крыло, примерно одно и то же. Как бы, крыло я тогда сделаю в других рецептах. Так, еще чуть-чуть лука добавлю сюда, в эти вот промежутки, где осталось место. Вот, и вот у меня получился, как обычно, блин, мне не можем, не могу не запачкать стол. Так, вот у меня получился вот такой вот шашлык, который я буду скоро жарить на костре и пробовать. Итак, пора пробовать пиво, точнее, пивной шашлык, шашлык в пиве. Я начну пробовать с лука. Ммм, вкусно. Но, между прочим, есть пивной вкус. Но лук почему-то в пивном маринаде остается острым. Как бы, в других маринадах, которые, ну, по крайней мере, которые я делаю с уксусом, лук такой кисловато-сладкий. Как я люблю вот такой лук. В пивном маринаде не могу сказать, что я в большом восторге. Потому что он просто такой острый, как бы лук-лук, но с привкусом пива и перца, который я ложила в маринад. Вот, так что, вот мне попался лук, кстати, так ничего, не острый, уже более солененький такой. Но все равно, какой-то он такой, это не лук в моем вкусе. Что касается мяса, вот свинина, она напитывает вкус пива. Получается очень вкусное. Так что я советую, все-таки, если вы берете пиво для маринада, брать такое, ну, короче, вкусненькое. Может, подороже какое-то или, ну, короче, не бурду там из пакетиков, которые разводят, а такое пиво, чтобы оно было именно с приятным привкусом. Может быть, даже в темном пиве лучше, чем в светлом мариновать. Вот такие вот дела. Ну, курица, она не так сильно впитывает вкус, поэтому я думаю, что для курицы нужен все-таки маринад такой более ядреный, короче, побольше туда приправ, там, уксуса, всего такого. Так, сейчас я попробую кусочек свинины. Так. Мясо нежное. Мне нравится такое сладковатое. Мясо вкуснее, чем лук в любом случае. Получилось. Так, сейчас я пробую курицу и выставлю оценки, что самое вкусное. Так. Ммм, у свинины очень хорошо в пиве, однако. Так, пробую курицу. Горячо. Вкусно. Чувствуется пиво солененькое. Но я курицу люблю больше все-таки, ну, чтобы было как-то больше приправ, не только соль и перец, там нужно что-то еще добавлять, потому что у нее вкус не такой ярко выраженный, как у свинины. Поэтому я свинине в пиве ставлю девятку. Очень вкусно. Лук в пиве где-то, ну, по десятибалльной, не знаю, четыре, потому что он, ну, какой-то он не сладкий, не... Он должен быть или кислый, или сладкий, или какой-то солененький, он просто острый остался, как-то не промариновался. Хотя я и подготовила его заранее. Вот, так, и с курицей, ну, как бы, ну, семь-восемь, вот так, нормально, вкусно, но я пробовала и вкуснее. Вот, спасибо за просмотры, ставьте лайки, пишите ваше мнение. И как вы делаете шашлыки в пиве, тоже рассказывайте, может, что туда надо еще добавлять. Вот, сегодня прощаюсь, до встречи!